Хочу сделать коротенький обзор по 12 андроиду, потому что многие пользователи спрашивают, есть ли какая-то видеоинструкция, как пользоваться и так далее. Поэтому представилась такая возможность. Сейчас покажу, как работает и 8 интерфейс ID.8. Это интерфейс BMW, который выпускается на машинах с 2023 года, а ранее он на электричках выпускался. Китайцы воплотили его и в андроидах уже. Что мы имеем? Погоду показывает. Навигация у нас уже настроена по умолчанию. Яндекс.Навигатор. Навигатор, как обычно, можно в голос выводить. Привет, Алиса. Бутырская, 25. Показываю варианты. Все слышит, все понимает. Строит маршрут. Мы сейчас строить не будем. Так что у нас тут еще имеется музыка. Это встроенное приложение. Музыка. Там уже записано. Я записываю сразу несколько треков. Можно подключать флешку. Флешка выводится обычно... USB для флешки выводится в бардачок. Там их два, как правило. Можно подключать. Здесь музыка дублируется. Музыкальный плеер. Это у нас штатное меню. Выход. Обратно выйти. Либо меню подержать. Кнопочку на джойстике 2 секунды. Либо в любом месте можно коснуться экрана. Мы опять попадаем в Android. Это у нас настройки оформления темы. Сейчас у нас стоит синяя. Можно красную выбрать. Видите, красным подсвечиваются буквы. И при выборе у нас подсвечиваются красные уголки. Вот такую можно выбрать. В данном случае мне больше нравится голубая. У Bluetooth телефон можно соединить с Android. Но если есть штатная громкая связь, то лучше использовать Android. Лучше использовать Bluetooth штатный. Потому что громкая связь будет более качественная. А если соединить Bluetooth и со штатной системой, и с Android, то может быть конфликт по громкой связи. И вас собеседник не будет слышать. Здесь у нас цифровая приборка. Показывает, соответственно, сколько остаток топлива в литрах. Обороты показываются. Вот погода и музыкальный плеер. Ну тут настройки. Настройки не буду останавливаться. Это настройки звука. Навигация. По умолчанию уже стоит Яндекс.Навигаторов. Язык. Настройки времени. Настройки Android. Расширенные там под паролем. Пароль в разных ситуациях может быть 13-14. Но здесь у нас это фабрика ALS. Здесь пароль 07-03-05. Пусть на видео будет. Вот. А если фабрика GS, то там пароль 13-14. Также на видео будет. Кому-то это поможет. Вот. Я делаю по умолчанию сразу уже все необходимые настройки перед установкой Android в машину. Вот. Чтобы не тратить на это время. Сейчас по настройкам расширенных я не буду останавливаться в данном видео. И здесь все необходимые настройки дисплея штатного. Протокол CAN. Но это все не меняется. Чувствительность микрофона. А, наверное, все-таки пройдусь быстренько по ним. Что тут еще полезного есть? UI конфиг. Это интерфейсы, которые вы можете поменять. Сейчас ID.8 стоит. Вот. Можно любой другой выбрать. После выбора нужно перезагрузить. Перезагрузить Android можно двумя способами. Здесь импорт конфигурации, кнопка перезагрузка. Или из меню быстрого доступа. Шторку опускаем еще раз вниз. И вот здесь кнопочка. Нажимаем. Получается перезагрузка. Нам сейчас это не нужно. Выходим из этого меню. Возвращаемся в расширенные. Что тут еще полезного надо знать. Как я говорил. Вот функции. Здесь у нас. Ну, во-первых, помнить последний режим. Что это значит? Это значит, что когда вы включаете Android, он будет на главную страницу Android загружаться. Либо он будет в штатную систему OEM. Либо он будет помнить последний режим. Ну, последний режим это встроенный музыкальный плеер или видео. И он помнит. Если вы на нем выключили, то он автоматом будет воспроизводить видео или музыку играть. После загрузки. DVR это видеорегистратор. У нас его нет. Не подключен. Поэтому тут отключить. Bluetooth стоит оригинальный. Если нужно соединить телефон с этим Android. То выбираем неоригинальный. У вас будет доступно меню телефон. Камера эта 360 нам не надо. Это для нештатной камеры все. Вот тут настройки HD. Камера заднего вида. У нас вот такая камера. Настройки есть. Если у вас какая-то другая камера или не знаете какая, можете выбрать автоматическое определение. Он будет автоматом определять какая у вас камера и работать. Что тут еще? Все. Логотип загрузки можно поменять. Я ставлю другой логотип. Поинтереснее. Если выберете этот, то тот уже не будет активен. Сотрется. Поэтому не рекомендую тут ничего менять. Импорт конфигурации. Это вам особо знать не нужно. Для продвинутых пользователей можно обновить пакет UEM настроек. Когда будет обновление, то можно обновить здесь. Но, как правило, он обновляется автоматом. Увидит этот пакет и обновляет, когда вы флешку вставляете в USB. Идем дальше. HD видео. Это у нас видеоплеер. Я ставлю вот этот. Наиболее интересный. На мой взгляд. Так. Мы сейчас. Окей. Тема. Тема темная выбираем. И вот. Любое. Включаем видео. Видео можно растянуть во всю ширину крома. Можно это сделать и кнопкой. Сейчас посмотрим. Выбираем видео. И тут где-то так. Есть. Вот кнопка можно. Уявляется кнопочка. Растянуть. Видео всю ширину. Вот так. Обрезать. Чтобы не искажало. И оригинальное изображение. Вот тут у нас. Это я уже ставлю дополнительное приложение. Это онлайн радио. Смотрим. Подкачает. Дальше. Дальше. Жмем. На руле можно переключать станции. Можно переключать на экране. Можно в избранной накидать станции. Потом включаете избранное. И будет только избранное. Можно поиском искать. Вот эту станцию я обычно слушаю. Она без рекламы. Саунд парк добавил в избранное. Хорошая музыка. С радио понятно. Машинка показывает кто поет. Какая станция. В фоне работает это все. Также я ставлю антирадар. Вот его ярлычок. Уже настройки делаю. Чтобы убрать этот ярлык. Если он вам не нужен. То нажимаете на приложение. Настройки. И работа в фоне. Нажимаете. И тогда ярлыка не будет. А так он у вас будет автоматом при включении андроида. Загружаться. Все камеры обновлять. И я выставляю обычно настройки антирадара. Если свыше 20 км в час едете. То он начинает пикать. То есть можно на него не смотреть. Вы понимаете где вы попадаете на камеру. По GPS он определяет камеры. И обновляет список камер. Там всякие треноги даже. Засады. Тоже там в базе есть. Можно любой виджет добавить. Отсюда из приложений. Вот приложение. Как в любом телефоне или планшете. Если нужно что-то записать. Можете записать все дополнительно. В Google Play магазин. Нужно зайти. Он просит войти со своим аккаунтом кугловым. Входите и скачиваете что нужно. Яндекс.Музыку или что вы любите слушать. И потом добавляете сюда на главную страницу. Ну и YouTube как обычно. Теперь покажу как делить экран на два приложения. Это такой стандартный вопрос. Нажимаем открытые приложения. Значок. Появляются иконки большие открытых приложений. Обычно не медийные. Я отсюда удаляю. Только оставляю те которые участвуют в делении экрана. Вот в данном случае. Онлайн радио. Нажимаем вверху на значок. Приложение слева. И например навигацию. Просто к ним навигацию. Вот у нас два приложения. Поменять их местами. На границу два раза кликаем. Не поменялись. Нужно выбрать что-то другое. Вытягиваем. Удаляем одно приложение. Опять нажимаем на навигацию. На навигацию. Выбираем например антирадар. У нас два приложения. Будет антирадар работать и навигатор. А радио будет играть в поле. А так они независимо управляются. Вот так это работает. Значит крестик вот здесь. Это значит выключить экран. Нажимаем выключить. Коснуться он включается. В любом месте касаемся. Переход в штатное меню. Нажимаем кнопочку меню на джойстике. Две секунды держим. Но в штатное меню. Обратно так же. Нажимаем переходим. Камера заднего вида работает. Кнопочку парктроника нажимаем. Показывает камеру. Нажимаем выключается. Ну вот собственно и все основное наверное. Что еще. Настройки быстрого доступа я уже говорил. Тут настройки андроида. Обратно. Домик это домашняя страница. Вот. Так по всем менюшкам пробежались. По-моему все. По-моему все. В общем интерфейс удобный. Графика отличная. Можно добавлять картинку сюда трека. Специальным образом если запишите ее на флешку. Вот. Как правило звук после установки андроида на процессоре Snapdragon 662 становится лучше. Потому что там есть встроенный ЦАП. Он достаточно хорошо обрабатывает звук. Появляются низы более выраженные. Даже люди с продвинутой системой. Там Harman Kardon например замечают улучшение звука. Поэтому андроид в общем. Если кто-то говорит что после установки андроида звук плохой. Значит плохой андроид как правило. Но бывают редкие комплектации мультимедиа штатные. Где какие-то проблемы со звуком. Но в 90% случаев наверное все-таки есть улучшение звука после установки андроида. Поэтому рекомендую к установке. Но только на процессоре повторюсь Snapdragon. Потому что много всякого барахла откровенного выпускают в Китае. Подделки под Snapdragon есть. И другие процессора. Где звук существенно хуже. Ну и вообще хуже работает андроид. При тех же параметрах. 8 гигов оперативки например. 128 встроенной как здесь. Вот. Работает откровенно хуже. Да я хочу показать где можно смотреть информацию о системе. Настройки. Информация справа. Вот тут показано. Номер MCU прошивки. Номер операционной системы. 12 андроид 662 Snapdragon. Storage это у нас встроенный диск. 128 гигов. Из них свободно 99. Оперативка RAM 8 гигов. Вот. Соответственно здесь можно и системы рекавери. Это восстановление системы. Если вдруг что-то там серьезно зависло. Или что-то не работает. То сброс настроек к заводским делается. И система восстанавливается. Так обычно лечатся всякие программные баги. Вот. Ну как правило это редко требуется. Обычно все стабильно, быстро работает. Видите никаких лагов. Плавный интерфейс. Отличный. Вот как-то так. Забыл сказать про глюки. Или точнее особенности работы андроида. На разных прошивках и разных комплектациях машина ведет себя по-разному. Вот. И бывает, что при включении андроида или при переходе с штатного режима в андроид у вас в каких-то приложениях, там типа онлайн радио или там YouTube, звук придушенный или вообще его нет. В таких случаях, ну первым делом вы проверяете в штатном меню, чтобы режим AUX или аудио вход был включен. И во-вторых, в андроиде нужно включить встроенный плеер музыки. На пару секунд заиграет какая-то мелодия и активирует звук. Вот. Так же бывает, что в навигации вы говорите, называете там «Привет, Алиса», да? Она появляется, но звук идет через дополнительный динамик или через передний левый динамик. Тоже в разных магнитолах по-разному, разных фабрик. Вот. То, чтобы музыку включить во все динамики, нужно опять же повторить ту же операцию, зайти в приложение музыки и включить на пару секунд звук. Все. И тогда у вас все зазвучит. Переходите обратно в навигацию. И подсказки навигации, и все остальное будет звучать из всех динамиков. Вот, собственно, это все мелочи, которые остались на 12-м андроиде. Ну, за исключением там разделения экрана. Разделение экрана, к сожалению, вот когда мы делим, да, экран на два приложения. Так. Это онлайн-радио пускаю будет. Разделили. То есть у нас вот здесь, видите, у нас недоступен пункт открытых приложений. Чтобы он был доступен, поменять приложение, нужно единственное разделить. Убрать разделение экрана, и тогда у нас эта иконка доступна. И можно делить заново, выбирать другие приложения. То есть задумано, в принципе, гуглом в 12-м андроиде иначе. Вот. То есть там можно выбрать опять быстрый доступ к приложениям открытым и выбрать другое приложение. Не знаю, может быть, в следующих прошивках это дело допилит. Или останется так, или выпустят 13-й андроид, который, я думаю, не за горами. Вот. Ну, пока так. Так, в принципе, это особо не мешает работе. И когда вы несколько раз выбираете одинаковое разделение экрана, у вас здесь появятся уже сдвоенные приложения, где можно одним нажатием выбрать разделение экрана на два приложения, которые раньше были. Вот. Так вот это работает. Попробуем, появятся они сдвоенные у нас или нет. Пока не появились. То есть пока вот некоторое подобие сдвоенного экрана. Нет, пока не делится так. Ну, в общем, в принципе, это работает. Память сдвоенного экрана. И рано или поздно у вас они в этом пункте появятся. Вот. В целом, в целом, андроиды на Snapdragon 662 на 12-м андроиде работают достаточно стабильно. Вот. По сравнению с тем, что какие андроиды были ранее, это, конечно, небо и земля. С 8 гигами памяти оперативной. Все очень шустро, без лагов, с большим запасом на будущее. Вот. Не знаю, как люди ездят без андроидов в машине. Мне это неведомо. Поэтому ставьте, пользуйтесь. Еще хочу показать, такой есть экзотический функционал, как запись видео с экрана. Ну, кроме того, что можно сделать скриншот, есть вот в меню быстрого доступа выбираем вот запись видео с экрана. Это реально работает, можно со звуком писать. Вот. Записывать аудио, звук с устройства. Звук с устройства, пожалуйста. Или... Так, сейчас сделаем. И вот нажимаем начать. У нас показывает отсчет. Два. Ну, все, запись начата. Вот. Мы записываем. Пошло видео. Нужно остановить обратно. Видите? Остановить. Останавливаем запись. Посмотреть запись можно вот тут в приложениях. Есть проводник. Сейчас найдем эту запись. Так. Или проще сделать. Зайти в видео. Так. Где-то видео должно быть. Так. Не вижу. Пробуем посканировать видеоплавером. А вот одно видео какое-то. Вот оно и появилось. Ну, пожалуйста. Вот записанное видео. Вот видите? Кому-то, возможно, полезна будет и такая функция. Вот. В других андроидах, я думаю, что на других процессорах такого функционала нет. И близко. Все говорит в пользу того, что нужно выбирать именно Snapdragon 662, который обновляется и стабильно работает. Быстро, без лагов. Вот. И всеми способами избегать всяких левых андроидов, которые оставляют только негативные впечатления от использования. Вот так вот. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok